Ну, дорога на самом деле нормальная. Если вы можете увидеть, я не в шубе, потому что у вас, в принципе, минус один. И я думал, что, ну, еще нормалек, можно походить в курточке. Прохладненько, но, в принципе, терпимо. Как всегда, пробочки, пробочки. Ехали мы довольно долго, конкретно от гостиницы до Сокольников, там, километров 20. Мы ехали достаточно долго. Я еще не успел все посмотреть, но тут очень много знакомых и дилеров, и моих же друзей по цеху, ребят, знакомых подписчиков. То есть, очень интересная тусовка, все ребята очень отзывчивые, приветливые, все. Много прессы здесь находится, так как, в принципе, основной сезон-то закрылся. По мототехнике, по мототематике мало что происходит. На сайте Умой Мод можно оперативно отслеживать основные тренды по мото-движухе. Ребята, я так понимаю, с какой-то другой выставки, да, вернулись? Они меня здесь поймали, поэтому, я думаю, если вы хотите присесть за мотоцикл, который вы, возможно, в будущем хотите купить, то можете сюда прийти, я думаю, вам это позволят сделать. Практически все можно потрогать, посидеть, помацать, покрутить, повертеть. Как бы никто за это ничего не гоняет. Ну, я не знаю, может быть, меня, но народ, он тоже садится без проблем. Здесь есть официальные, ну, дилеры, не дилеры, которые представляют свои мотоциклы Триумф, Кавасаки, BMW. Еще там, возможно, кто-то есть, я еще не до всех дошел просто. И самое, что, на мой взгляд, главное тут в соседнем ангаре, старинная техника, олдскул, вообще бомбическая техника, мне очень понравилась. Я, конечно, в этом очень мало понимаю, к стыду своему, но все знать на самом деле нереально. И там такие мотоциклы, о которых я даже не представлял. Есть, конечно, старые, там, классические Харлеевы, ЛАшные, Лэнд Лизовские. Есть всякие совсем странные мотоциклы, какой-то там Марс, что ли, называется, такой, с продольным оппозитным мотором. Я никогда такого не видел, не знал, что такие вообще, в принципе, бывают. Очень много представлено рукоделий, ребята, которые занимаются выделкой из кожи, которые занимаются ножами, изготовлением ножей. Очень много кастом тюнинг мастерских, ребята, которые строят мотоциклы. Какой-то фабричный тюнинг, изготовление. Там я, вон, видел, ребята изготавливают кит-комплекты на Хаябусу, на 360-е колесо, например, как вот на Харлее, который я собирал. Регистрируйтесь на Умой Моте. Там последняя, самая актуальная информация касательно мото-движухи в России всегда присутствует. Ну, этот сюжет, я так понимаю, у вас на канале выйдет? Я думаю, да, конечно, по нашему ютубу-каналу. Поэтому... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.